Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. До свадьбы супруга говорила, что хочет иметь детей, а теперь говорит, что не хочет. Является ли это основанием для развода? В Священном Писании говорит, что в браке будут двое вплоть едину, и что Бог сочетал, человек да не разлучает. И не говорится, ну, если детей нету или быть не может, то, конечно, разводитесь. Нет. Уточнил, что по жестокосердию вашему Моисей разрешил давать разводное письмо в случае измены. И то Христос намекает, что если ты готов простить, то, прости, живи дальше в браке, даже если он или она изменили. Но, так или иначе, для Древней Церкви, для нас с вами, это является, пусть не обязателем, но поводом к разводу. И все то, что так или иначе связано с изменой, может быть поводом к расторжению церковного брака. Есть такой документ, можете почитать, о канонических аспектах церковного брака. Так он называется, и там есть чуть больше десятка поводов к расторжению брака. Ну, допустим, совершение аборта без ведома мужа. Или неспособность к супружеской жизни, которая была скрыта до брака. Если в браке появилось, то это уже не повод для развода. Как некоторые священники достойные, умные, говорят, что не, нет, это всегда повод для развода. Ну, наверное, не читали этот документ. Государственная измена тоже является поводом для развода. Между прочим, рукоприкладство с угрозой для жизни, тебя и для ребенка, тоже является поводом к разводу. Но опять же, можешь терпеть, терпи. Готовы стараться его преобразить, преображай. То есть это не обязательство, но возможность. Ну, а если детей нету, то открываем другой документ, основу социальной концепции Русско-Православной Церкви, где напоминается всем православным христианам, что не чадородие является целью брака, а спасение двоих во Христе. Брак — средство спасения. Ух, как хорошо рожки обламываются, и колючки в браке друг от друга. Очень хорошо. Ты думал, что ты очень даже неплохой человек, пока замуж не вышел, не вышла, или не женился. И начинается притирание. Как говорил мой духовник, ну, 25 лет проживете, а там будете уже друг друга обогатворять. Да, четверть века притирание приходится. И отсутствие детей не является поводом к разводу. Потому что не в них смысл брака, а в спасении. Ну, а у вас не физиологическая проблема, а пока что еще психологическая. Это тоже решается. Не ставьте крестом на жене. Все, ищу следующую. Ну, подождите. Часто человек, не любящий других детей, своего любит. Это свое, пусть и вредненькое, и кричливое, но мое. Поэтому отношения женщин в большинстве случаев меняются после родов. Так что вы молитесь, что невозможно людям, возможно Богу. И, может быть, почитать что-нибудь на эту тему у профильных психологов. Что они советуют, какие методики использовать. Да, манипулятивные, но все-таки методики, для того, чтобы человека раскрыть к деторождению, к чадородию, к любви, к детям. Ну, опять же, смотрите, что именно послужило к тому, чтобы сейчас она так говорила. Могут быть какие-то внешние обстоятельства. Не обязательно психологически, хотя-то всегда твое личное мнение, твоя личная реакция на то, что происходит сейчас. Может, человеку страшно. Поддержите, успокойте. Если мать чувствует неуверенность в супруге, то, может, она еще и подумает. Надо сейчас рожать или подождать. Может быть, с вас надо начать, а не с нее. Этот вопрос, как бы там ни было, не решается в пространстве интернета, пусть даже на самом мощном богословском портале Экзегет. Но придите к священнику, придите к хорошему православному психологу. Может, вам конкретно и только вам даст личный правильный ответ. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. Спасибо. Спасибо.